привет мои дорогие подписчики и гости моего канала вы наверное догадались что у нас сегодня мега распаковка знаете я хотела немножко лирического преступления сделать я не знаю хейтеры это или просто залетные гости на моем канале написали что слишком много говорю и поэтому подписываться не будут люди не подписывайтесь не подписывайтесь если вам что-то не нравится я никого ничему не заставляю не принуждаю ни к чему поэтому это дело добровольное чем ко мне тут привязались комментарии ради комментариев ну честно говоря надоели и так я закончила давайте начнем вот с этой посылки не переживайте это ее вскрыли не на почте ничего это просто у меня человек самый младший до нее добрался у нас это уже обычное дело и это у нас пришла вот такая ручка она перьевая и можно также заправлять в нее чернила вот такой перышко она раскручивается сюда заливаются чернила раскручивается таким вот образом и сюда вернила заливаются и потом она вот так вот приделывается так что-то она у меня не приделывается вот таким вот образом надевается и потом немножко подкручивается давление на чернила происходит и можно спокойно писать у меня к сожалению нет чернил сейчас таких но и я так понимаю что сюда же можно и обычную вот этот картридж для переворучки давайте посмотрим вот у меня есть вот такие вот красивые картриджи с такими красивыми чернилами я их сто пятьсот лет назад заказывала тоже на алиэкспресс и подложила я листочек потому что тоже еще та свинья и давайте посмотрим о да пошло не закрывается ну ладно давайте посмотрим так пока растекается чернила вот пошло вообще красиво пишет очень много посылок с товарами для творчества меня прям как пробило давайте посмотрим это сборная посылка скорее всего здесь три посылочки здесь наверно молды какие-нибудь смотрите да тут пришли молды эти молды я взяла для кулинарии украшать тортики вот это тоже все для айсинга кружевая листочки такие а есть у меня еще молды взятые для рукоделия непосредственно вот их мы потестируем при помощи холодного фарфора так здесь наверно какие-нибудь этикетки красивые взяла вот такие вот крафтовые этикетки сейчас покажу для чего перед новым годом я задумалась как украшать нашим воспитателем подарки и вот что я еще прикупила так это подушечки прозрачные у меня здесь где то есть пигмент для нее специально так и вот такие вот подушечки это у нас черные должны быть они окрашенные это клей а это у нас черные чернила сейчас покажу очень я еще не вскрывала хотела с вами открыть это мой заказ у нас в городе у меня есть вот такие штампы жизнь коротка начиная без десерта ручная работа это всем рукодельницам такая штучка нужна и вот для них я и взяла вот эти вот крафтовые наклейки так мне важно подойдет она сюда по размеру все прекрасно подходит вот отличный ручная работа тоже вот ручная работа это штампики для этого меня взяты чернила а также ой-ой-ой это такой брусок акриловые для того чтобы устанавливать сюда штампы вот для вот этих маленьких вот этот брусок штампы силиконовые с ними надо работать очень аккуратно они изнашиваются и потом их просто придется перезаказывать они сделаны на заказ вот силиконовый брусочек вот таким вот образом крепится штампик дальше берется штемпельная подушечка вот таким вот образом она работаем как с обычными штампами и так ну давайте так здесь одинаковые формы а здесь вот разные этикетки давайте вот эту вот сниму так и вот так на коробку конфет прям все хорошо отпечаталась долго возилась сейчас еще один так на коробку конфет вот такую вот этикетку приделать мне кажется очень прикольно было бы вот ручная работа но что-то плохо пропечатывается надо просто поработать получше все штампики лучше хранить в пакетиках чтобы к ней не прилипало ничего вообще можно собрать коробочку где просто сложить эти штампики на этих основах но я пока положу это вот сюда и дальше разберусь сейчас я вам покажу тогда оставшиеся штампики которые мне тут пришли так ручная работа без десерта еще одна ручная работа вот такая вот сделана с любовью специально для вас вот такой штампик все будет в шоколаде конфетки я делаю поэтому взяла и мне положили кстати вот такой один штампик в подарок я его не заказывала тут коробочка с подарком далее сладкой жизни сладкая жизнь фигуры не портит когда нельзя но очень хочется сделано с любовью специально для вас но это уже не только для конфет и еще для других подарков можно вот такая вот ручная работа пусть ярким будет каждый день но кто занимается вот скраб букингом штампиками тому такие идеи интересны будут вот еще один по особым случаям так ну ладно если вам интересно что я хочу с этим сделать чтобы я сняла видео для вас то напишите в комментариях так здесь по моему какие-то кружева может быть или еще что-то это уже старые заказы сделаны еще в прошлом году доходят остатки джутовая лента или мешковина по-другому с вот такими вот кружевами брала для свечей но и далее в творчестве тоже пригодится хорошие меня не понравились вам рекомендую кстати на праздниках я накрутила свечей вот таких вот и что вы думаете моя домашняя мышь самая младшая взяла и погрызла свечи причем все вот здесь съедено вот здесь съедено видно они так вкусно пахли что и захотелось попробовать но это конечно нечто представляете вот так вот свеч свечу откусить конечно это натуральная овощина ничего страшного но мне хлеба переделать либо обрезать придется но это силиконовые формы это пищевой силикон взяла я их для того чтобы делать вы наверное не раз видели тортики с такими шоколадными сферами вот для этой цели я и взяла вот эти формы обмазывайте шоколадом заливаете шоколад и далее потом аккуратно его вытаскиваете чтобы он не поломался тоже взяла для кулинарии девчонки у меня с таким же успехом тоже замораживает сок шоколад такая пюре вот но я взяла для того чтобы красиво украшать тортики если вам интересно тоже пожалуйста оставляйте комментарии так еще пришли этикетки как раз вот мои вот эти вот штампики тут диаметр этих наклеек должен быть 5 сантиметров 4 сантиметра вот если брать самый выпукой по 4 сантиметра я вообще 5 искала но это очень тяжело найти вот хэппи безды вот они должны быть 6 они про вот эти прозрачные на белом листе набрала много всего господи скажут опять хлам взяла вот это золото на прозрачной подложке вот прозрачная так должно быть серебра нет еще золото еще золото мне кажется я там что-то скриншот вставлю не помню сколько я заказывала много мне одного вот такого листочка бы хватило не знают а то ли я в заказе что-то перепутала то ли продавец посмотрим так с днем рождения получилось 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 ну это наверное у продавца лот был такой не помню получается 60 таких наклеек в каждом каждой упаковке и вот такие вот наклеечки хендмейт но к сожалению на китайском сайте нет ручная работа я бы так взяла конечно ручная работа но тоже они трех цветов белая зеленая и черная можно найти конечно и других расцветок на просторах али тут тоже 10 листочков надеюсь что мне этого добра хватит надолго если у меня конечно детки не влезут это сборная посылка оказалась а это я девчонкам заказала такие заколочки крабики маловаты а для младшей самое то волосиков мало прекрасно будет держать двух вариантах круг и прямоугольник штифты ниоткуда не выскакивают поэтому хорошие а еще заколочка но это уже для меня подойдет отлично но она мне очень понравилось что она совершенно простая ну вот такая заколка какой-то одинокий слайдер вензеля 3d вот такого плана у меня вот слайдеры на ногтях их не перекрывают топом точнее чтобы рельеф не пропадал их очень аккуратно перекрывают топом всего больше здесь ничего нет а это пришли уголки им тоже хочу сделать ну во-первых я хочу сделать комодик во вторых я хочу сделать небольшие такие коробочки как как шкатулки но что-то честно говоря вот конечно можно и вот этот обшить крупновато получились уголки ну ладно вот этот коробок коробочку эту их тут четыре штуки а вообще я хочу сделать знаете такого плана оцинкованный ящик как его сделать если хоть вам интересно тоже пишите сниму видео тоже хочу такого плана сделать коробочку но из дерева или фанеры а из подручных материалов если интересно пишите и в комплекте тут гвоздики ну это пришли стержни для стирающихся ручек у нас закончились мне кажется что я даже маловато заказала надо было бы больше здесь их по-моему 20 штук да здесь их 20 штук но они улетают вообще молниеносно поэтому у меня где-то еще идут нам обязательно синем цвете надо так это заказ с аккаунта дочери заказал я вот такие вот классные бусинки они деревянные разных разных диаметров они вот это по моему 8 миллиметров а вот эти по моему 5 до 85 миллиметров продавец также положил вот такой подарочек котенка вот этот я долго ждала товар уже хотела открывать спор уж очень мне нужны посмотрела у нас дороговато покупать сменные лезвия для канцелярских ножей вот а там причем сравнивала и с фикс прайсом и с другими магазинами и взяла чтобы заменить жирненькие вот эти лезвия давайте сейчас и сделаем только сегодня резала ножом говорила что неудачно неудобно он же старый и давайте посмотрим как режут китайские лезвия класс или я просто уже забыла как режет хороший ножик так это пришли вилочки для шоколада только что-то меня смущает так только что-то меня смущает вот это вилка на самом деле как-то очень грубо все сделано по моему они должны быть чуть чуть поуже в прошлом видео про трюфеля мне их очень не хватало и мне кажется что вот это должна быть немножко такая вогнутая туда вовнутрь вот такие вот инструменты для приготовления трюфелей конфет да я думаю что если вы кондитер вы найдете куда их приспособить также можно и узор кстати ими делать шоколадные красота пришла это я уже планирую новые рукодельные шедевры пришли вот такие вот серединки здесь немножко не прокрашена единственная бусинка даже не бусинка полу бусина такая вот одна один брак кстати много ну ладно я надеюсь что они мне пригодятся я не делаю бантики или еще что-то это мне для другого нужно а если интересно тоже пишите после корзины новогодний меня как будто вообще с новой волной окунула в творчество так и давайте вот это посмотрим но вот этих от этих я немножко другого ожидала так их размеры кстати 19 миллиметров вот этих и этих 22 давайте посмотрим 19 и посмотрим эти 22 да все как и заявлено продавцом но я не честно говоря немножко другого ожидала на фотографиях она выглядела куда как симпатичней так и последняя маленькая классно какой классная лежа я прям это в восторге вот они пигменты для м-боксинга что такое м-боксинг это та же самая печать но печатаются при помощи таких вот пигментов и клея то прозрачная подушечка она как раз таки с клеем сначала набираете на штамп клей потом делаете оттиск и далее посыпаете вот таким пигментом я взяла бронз тут должно быть сильвер да черное серебро сатин сильвер white и голден с оранж с оранжевым значит далее посыпав вот этим пигментом вы сушите феном есть специальный фен для м-боксинга и у вас получается не черная или там белая красная печать а получается вот такая вот печать с такими вот красивыми переливами я думаю что данные пигменты можно и на ногтях использовать и в любом другом виде творчества куда вообще вас она ваша фантазия вас только заведет так ну давайте уже с больших посылок здесь я так подозреваю одежда ну как вы можете догадаться это вот такая вот сорочка классно я люблю такие пакеты на кнопках вот таким вот образом исполнен лиф у нее она длина у нее чуть выше колена и взяла я в размере lxl не знаю когда брала вроде как была такая по моему сейчас схуднула чутка ладно смотрим взяла я ее также под платьем это хлопок прям классный сушите жалко что взяла одну закажу еще точно что нам тут пишут excel стопроцентный cotton турция но тут турки хорошо делают такие вещи мне нравится смотрите вообще сорочка на бретелях кружева эластичная она будет четко на грудь спинка у нее будет по углу лопаток проходить классно мне очень нравится швы все хорошие посмотрите как все обработано можно еще одно я смотрела с разрезами по бокам но потом думала что плевать под платим то главное чтобы не потела и не липла но вообще классная по мерю и напишу подошла не подошла так сорочку померила классная вещь супер села если вам интересны мои параметры напишите в комментариях я тогда их допишу в описании под видео сорочка вообще классная там по моему были другие цвета но я очень люблю синий голубой вот поэтому взяла такого цвета так это сборная посылочка я надо аккуратненько так это вот таким образом упаковал продавец я подумала что это сборная посылка еще одни этикетки вот они так как раз таки по моему 5 миллиметров 5 сантиметров шириной да вот их я очень искала но к сожалению доставка была платная если что-то еще не берешь и я решила взять такую крафтовую бумагу на клеевой основе здесь вы можете изобразить все что угодно у меня где-то также едет резак для этого всего и потом благополучно отклеить и приклеить туда куда вам надо такой крафтовой бумагой даже можно обклеивать там ящички какие-то если вам необходимо вот на клеевой основе я очень искала черную крафтовую бумагу чтобы на ней отпечатывать она примерно такого же плана как этикетки для кухонных баночек для специй но к сожалению на просторах али я не нашла или просто мне не попалась если вы знаете где такую можно достать напишите мне пожалуйста в комментариях под видео такая посылку у меня заказал брат для мамы правда заказывал подарок на новый год но давайте посмотрим что там пришло такое как вы наверное догадались уже по коробке это пришел набор ножей с подставкой письмо от китайца наверное телефон их у подставочки прорезиненные ножки и отделение на четыре ножа и давайте посмотрим сами ножички упаковано все очень хорошо каждый ножик упакован вот такой чехольчик также защитный пластиковый чехол на каждый нож сам нож монолитный металлический имеется также эмблема длина ножа длина маленького лезвия составляет почти 9 сантиметров на кухне мы протестируем как они режут и помещается он вот в это отверстие вот сюда так хорошо встал следующий ножик поварской нож также монолитное изделие тут уже два таких защитных чехла и встает он я так понимаю вот в этот паз еще один нож тоже два чехла защитных вообще исполнено очень интересно я думаю что маме понравится и вот такой топорик не топорик очень интересный такой формы ножей у меня нет я буду приезжать к маме и готовить у нее очень удобно и будет шинковать им зелень что-то мелко рубить интересный набор единственное что я немножко царапается вот этот вот вот эта подставка но надо очень аккуратно эксплуатировать сама подставка имеет небольшой запах но он не резкий и я думаю что она очень быстро и я думаю что этот запах очень быстро выветрится а подставка сама исполнена похоже из дерева нигде здесь да похоже что там дерево вот на ощупь точно напоминает может быть это какой-то такой пластик но внешне даже вот есть такие вот зазубринки наверно все-таки это дерево длина лезвия у этого ножа 17 сантиметров длина топорика получается 17 и 8 13 почти 13 сантиметров 12 и 9 а мы отправляемся с вами на кухню тестировать эти ножи и и и и и Продолжение следует... 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 В таких вот цветах будет исполнена корзина, как обычно в комплекте. Кисточки. Ну что ж, а на этом моя распаковка подходит к концу. Для кого видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока! Продолжение следует...